Метро 2034, StarCraft 2, FIFA 11, Halo Reach, Metal Gear Solid Rising и Fable 3. А также, от чьей руки пали самые могучие войны и как нарезать арбуз по-японски. Это и многое другое прямо сейчас в Virtuality. Ошеломляющая новость пришла к нам из Украины. Оказывается, там вовсю кипит работа над продолжением остросюжетного фантастического боевика «Метро 2033». Называться он будет, как это ни удивительно, «Метро 2034». И местным действием игры снова станет «Московская подземка» — единственное убежище выживших после язерного апокалипсиса. Геймеров ждут новые монстры, новые герои и новые территории для исследования, а также традиционно захватывающий сюжет, руку которому предложил автор книжной серии «Метро». Дмитрий Глуховский, как создатель всей вселенной «Метро 2033», принимает непосредственное участие в создании сценария новой игры. И, конечно же, он консультирует всю команду разработчиков. Кроме заметной истории, «Метро 2034» порадует глаз самого требовательного игрока. Она будет поддерживать все самые новые технологии. Разработкой новой игры по вселенной «Метро» занимается студия 4i Games. Они создавали первую «Метро 2033». Ну и, конечно же, 3D обязательно будет. А вот про выход игры пока ничего не известно. Но, учитывая, что первая часть появилась всего полгода назад, скорее всего, ждать ее стоит не раньше следующего года. Зато вот другой ожидаемый проект после семи лет разработки наконец-то добрался до геймеров. Разумеется, мы говорили о стратегии «Старкрафт 2», которая появилась 27 июля исключительно на персональных компьютерах. PC-шники по праву могут гордиться таким эксклюзивом. Эпический сюжет подается с помощью таких красивых роликов на движке игры, что по ним в пору фильм делать. Одиночная кампания не отпустит вас до самого конца. Настолько интригующим получилась сюжетная часть. Ну а уж мультиплеер затянет вас на долгие часы, недели, месяцы и даже годы. Как раз до выхода второй части «Старкрафт 2», которая будет посвящена чаровашкам Зергам. В общем, если вы без ума от роковой красотки Сары Керриган и здороваетесь с друзьями исключительно словами «Энтаро Адуун», то вы уже наверняка в пучине событий второго «Старкрафта». А те, кто еще не играл, просто боятся фротосов или Зергов. А вот футбольные фанаты ничего не боятся. Даже того, что наша сборная не участвовала в чемпионате мира. Зато в виртуальном чемпионате игры FIFA 11 мы всегда сможем доказать, что Россия — футбольная держава. Особенно сейчас, когда стало известно, что в FIFA 11 появился российский футбольный чемпионат. На московской презентации игры все присутствующие могли погонять виртуальных футболистов. Причем в этот раз ни консольщики, ни компьютерщики не будут ущемленными. Для персоналах добрался новый игровой движок, а консольщикам перепал как раз тот самый чемпионат России. Теперь компьютерная версия ничем не будет отличаться от консольной, разве что управлением, но это в основном дело привычки. Впрочем, вот выйдет игра в начале октября, сами убедитесь. Также мы добавили такую функцию, как Creation Center, то есть вы сами сможете создать футболистов, форму, стадионы, даже записывать фанатские кричалки и добавлять в игру свои музыкальные композиции. На что, как говорится, хватит вашей фантазии. Похоже, даже сами футболисты в восторге от новой FIFA, например, Сережа Семак, чемпион России, капитан футбольного клуба «Рубин», с удовольствием играл на демонстрационном стенде и рассказывал о своих впечатлениях. Также Сергей стал официальным лицом российской версии FIFA 11, а для этого его специально возили на грандиозную фотосессию в страну обладательницы Кубка мира по футболу, Испанию, Барселону. Подробнее об этом знаменательном событии вы узнаете из следующего выпуска нашей программы. А сейчас настало время рассказать о невышедших играх. Итак, в середине сентября на компьютере PlayStation 3 и Xbox 360 появится продолжение гоночного симулятора Test Drive Unlimited. Вторая часть будет красивее, разнообразнее и объемнее оригинала. Также разработчики обещают смену дня и ночи. Десятки быстрых машин и отличнейший многопользовательский режим. О местном действии на сей раз станет дивный остров, очень похожий на Ибицу. Богатенькие мажоры, гоняющие на дорогих спорткарах, обычное дело для Test Drive Unlimited 2. Другое дело, что вы сможете здорово подпортить их сладкую жизнь, подрезав на повороте, спихнув на обочину или вовсе выкинув с трассы. Так им, мажорам и надо. Не все им, Ибица. Пора и побиться. А вот вторая часть другой ожидаемой игры, Dragon Age Origins, была анонсирована совсем недавно, но и в этом году ее ждать точно не стоит. Я думаю, что лет через пять, скорее всего, начнете осваивать эту великолепную игру. Но не отчаивайтесь, российским геймерам тоже есть чему порадоваться. Например, очередное обновление для популярной сетевой ролевой игры Lineage 2 под странным названием Freya. Она вышла у нас гораздо раньше всей прогрессивной Европы. В обновлении добавлено несколько новых локаций. Изменены старые локации, добавлены новые монстры, добавлены новые виды оружия, часть из них была анимирована. Пока наши геймеры осваиваются с новыми видами оружия и брони и пытаются убить смертоносную снежную королеву, европейцы завистливо подсматривают на видео записи сражений и изливают проклятия на местных форумах. Им обновление Freya еще ждать и ждать. Ай, да молодцы-то наши! И не только в ролевых играх. Например, на киберспортивном чемпионате во Франции наши участники, а особенно участницы, тоже выглядели весьма убедительно. Если девушка не любит плюшевых мишек, а больше интересуется пистолетами, автоматами и прочей бронетехникой, то тут два варианта. Либо она Лара Крофт, либо она профессиональный геймер. Если вам по нраву барышни, которые предпочитают провести вечерок в кресле под теплым пледом и с Томиком Каэльо, то эти девчонки точно не для вас. Это жестокие, холоднокровные убийцы, которые могут в один момент обезвредить целый отряд террористов, устроить несколько взрывов и вообще разнести пух и прах все стереотипы про женщин, как слабый пол. Убийство, жажду убивать. На самом деле, каждая из нас может похвастаться тем, что у нас живет дух соревнования. То есть изначально каждая из нас была либо спортсменкой какой-то. То есть, например, я теннисистка, играла в большой теннис, взяла всякие разные награды, легкая атлетика, Светлана баскетбол. То есть, каждая из нас есть такая жилка, которая и азартная, и жаждущая вот этой победы. Слава Ктулку! Все это они делают только в виртуальной реальности. Если такой женский отряд выпустить в реальные условия, ох нет, лучше об этом даже не думать. В отличие от своих сверстностей, эта компания воспитывалась не на глянцевых журналах, а в душных интернет-клубах, где вместе с суровыми парнями часами оттачивала свое мастерство в легендарной контре. Мы так против парней тренируемся, потому что это гораздо эффективнее, чем с девчонками играть. Они как бы ребята гораздо сильнее, но хорошая команда. Есть, конечно, пацаны, которых мы в пух и прав разбиваем на тренировках, но стараемся играть сильными соперниками, именно чтобы они нас уничтожали на карте, чтобы мы за счет этого развивались. Именно в этом цель тренировок всех заключается. И вот он, долгожданный момент. Наша команда девушек представляет Россию на международном чемпионате по киберспорту во Франции. Кемпионат по женской версии Counter-Strike — это вам не отчетный концерт в «Фабрике звезд». По зрелищности и эмоциям он, пожалуй, переплюнет даже мужские поединки. А уж какие крепкие словечки знают эти милые создания. У любого изнеженного шелковистым шампунем юноши напрочь отпадет желание приглашать на свидание такую тёлку-геймершу. Извиняюсь, просто геймершу. Переживание девчонок вполне понятно. На кону солидные, вполне реальные бабки. Общий призовой фонд на этот раз наставил более 200 тысяч баксов. Само собой, все это не только ради денег. Участие в знаменитом кубке по киберспорту — это престижно для любого геймера. И ответственно, ведь каждый из участников представляет здесь свою страну. Counter-Strike — прежде всего, командная игра и крепкий, надежный коллектив. Это основной залог успеха. Далеко не каждая девушка способна управлять целым отрядом, чётко и вовремя выполнять команды, и при этом совершенно не переживать за свой маникюр. Игра уж точно не для слабонервной, и побеждает здесь только сильнейшие. Первое место в Contre досталось команде девчонок из США. Лучшее время — лучший результат и по праву заслуженный чек. Конечно, мы очень рады тому, что выиграли этот кубок. Было сложно, все команды девчонок сильные, но мы справились. Потому что мы банда. Наши девушки заняли лишь четвёртое место, но остались вполне довольны. Ведь самоучастие в кубке по киберспорту — это дорогого стоит. А сейчас внимание! Вы когда-нибудь видели геймершу в вечёрнем платье? Это фантастика! Смотрите внимательнее. Эти красотки даже в реальной жизни не забывают о командном духе. Всего два часа на сборы, и все шестеро девушек готовы к бою. Мы вытрули определённую иерархию, и учитывая скорость собирания каждой девушки, разработали график собирания. Поэтому это заняло всего два часа, а не шесть, как обычно. Сейчас эксклюзивная мантра наших геймерш. Раз, два, три. Когда мы едины, мы непобедимы! За этими воротами заканчивается чемпионат мира по киберспорту, и начинается реальная жизнь. С красивыми девушками, уверенными парнями, музыкой и самим Бобом Синклером. Вот такая вот красота, и она находится в руках самых красивых геймерш в мире. Специально для MTV! Далее виртуалити. От чьей руки пали самые могучие войны, и как нарезать арбуз по-японски? На самой главной игровой выставке E3 в Лос-Анджелесе было немало громких анонсов, долгожданных продолжений и горячо любимых геймерами хитов. А на пресс-конференции Microsoft концентрация трёх этих слагаемых успехов превысила все допустимые нормы. Ну а началось всё с показа, пожалуй, самого ожидаемого шутера этого года — Call of Duty Black Ops. Похоже, разработчики решили под завязку забить игровой процесс всевозможными взрывами, погонями, полётами на вертолёте, шпионскими миссиями и эпическим сюжетом. Мы расскажем о тяжёлом периоде холодной войны между нашими странами. Вы побываете на Кубе, во Вьетнаме и даже где-то на Уральских горах. Конечно, большинство противников главных героев будут советскими солдатами, но, поверьте, мы серьёзно поработали с компьютерным интеллектом, и одержать победу теперь будет гораздо сложнее. У нас даже был специальный военный консультант, объяснял нам, как ваш спецназ действует в бою, как они держат оружие, как работают в группе. И мы всё это перенесли в игру. Вот сами попробуйте. За время показа демонстрационного уровня вы увидели столько взрывов, что хватило бы на целый голливудский боевик. И ещё осталось бы на пару утомительных российских фильмов про войну. В общем, игра получается неожиданно крутой. Ещё одним сюрпризом стало то, что до 2012 года все новые игры серии Call of Duty и дополнения раньше всех увидят именно обладатели консоли Xbox 360. Далее был рассказ об одном из самых ожидаемых эксклюзивов для этой консоли — шутере Halo Reach. В этой игре авторы обещают рассказать предысторию событий всей серии Halo, а также проли свет на то, кто же на самом деле этот таинственный воин в шлеме — Master Chief — 33 миллиона и миллиарды онлайн-часов. В этой игре мы хотели сделать самые масштабные космические битвы, самые классные наземные сражения и самый лучший сюжет во всей серии, ведь это наша последняя игра во вселенной Halo. Поэтому все составляющие хорошего боевика здесь есть. От крутого кооперативного режима до ураганных сражений команда на команду, и от продуманной истории до управления огромным космическим кораблём. Ну и самое главное — это герои. Наших героев вы запомните надолго. Я один из них. Между прочим, почти 3 миллиона геймеров уже рубятся в бета-версию Halo Reach, а 17 сентября с выходом игры число любителей этой грандиозной игры умножится в несколько раз, потому что для них главное — закончить эту битву. Также громадный интерес вызвал необычный игровой контроллер Kinect, который, по сути, и не контроллер. Специальная камера улавливает все ваши движения и переносит их в игру, а это значит, что именно вы и есть контроллер. Продолжение следует... Смотрится это действительно необычно. Геймер управляет машиной, зажав в руках воображаемый руль. Но, пожалуй, самым ожидаемым событием презентации стал показ игрового процесса боевика Gears of War 3. Геймеров с первых кадров ошеломила бескомпромиссная брутальность игры, когда прямо в начале показа огромный локост оторвал руку пехотинцу и стал избивать несчастного его же конечностю. Третья часть Gears of War завершит трилогию. Вы встретите знакомых героев и противников, но будут и новые персонажи. Игра немного сменит цветовую палитру. Теперь там станет зеленее. Ну и, конечно, появится много новых врагов, оружия и игровых режимов. Кстати, в одном из них вы сможете побывать в шкуре некой отвратительной твари и в буквальном смысле разрывать своих соперников на счастье. А вот Хидео Коцима, продюсер серии Metal Gear, в очередной раз удивил всех присутствующих новым проектом Metal Gear Solid Rising, в котором кибернетический Ниндзи Рейден рубил капусту биороботов вражеских солдат из белой арбузы. Нам удалось добиться того, что еще никогда не было в видеоиграх. Точные модели разрезания объектов под любым углом, наклоном, в любой плоскости. Но это все-таки не самая главная фишка игры. Мы делим большую интересную историю про робота, ниндзя и человеческие взаимоотношения. Питер Молинье, создатель серии Fable, рассказывал удивительные вещи о третьей части своего детища. Например, что в этой ролевой игре будет 47 часов озвученных диалогов, в записи которых принимало участие более 80 артистов. Или что его проект полностью перевернет представление геймеров о ролевом жанре. Несмотря на то, что Fable 3 будет прямым продолжением второй части, мы решили сильно изменить игровой процесс. Так, вначале вам предстоит организовать небольшую революцию и сместить с трона правителя вашей страны. А потом либо самому занять его место, либо отправиться на поиски новых государств, где можно пошалить. Естественно, незабытые и многопользовательские режимы. Друзья смогут как помочь вам, так и вести с вами борьбу за царство. Это будет увлекательно. Хочется добавить, что Fable 3 выйдет не только на Xbox 360, но и на персональных компьютерах. Но, скорее всего, обладатели консоли увидят игру гораздо раньше писишников. Ну и, пожалуй, одним из самых громких анонсов выставки, по крайней мере для нашей страны, стало заявление о запуске в России осенью этого года сетевой службы Xbox Live. Наконец-то нашим геймерам не надо будет регистрироваться в других регионах, чтобы поиграть в сетевом режиме. А под конец конференции разработчики представили новую модель консоли Xbox. Стройнее, легче и круче предшественницы. Вот такой жаркой выдалась выставка E3 в этом году. Ну и напоследок еще несколько интересных кадров с этого грандиозного игрового мероприятия. А теперь мы приглашаем вас в компанию трех геймеров, которые получили от нас три игры и готовы поделиться своими впечатлениями от них. Но для начала знакомьтесь. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Lenta.ru. Играет с 1996 года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценят смерть и разрушение. Илья Мэдисон, редактор портала Routube.ru. Играет с 1996 года. Любимая игра Metro. В играх больше всего ценят трэш и угар. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра StarCraft 2. В играх больше всего ценят баги и фраги. Итак, первым в руки наших геймеров уходил боевик-снайпер Ghost Warrior. Слово геймеров. В игре снайпер Ghost Warrior, которая оказывается является сиквелом какого-то тоже там снайпера, речь идет про такую категорию пи***цов в шутерах, которые любят сидеть в кустах со снайперской винтовкой на одном месте. Поскольку эта игра была сделана в Польше, то играем мы за американца. И в данный момент американцы опять спасают мир. Ну, по-польским, вот, народным преданиям. Ну, грубо говоря, поначалу кажется, что снайпер — это, наверное, первый польский шутер, от которого не тянет яростно плевать сразу. Но очень скоро игра расставляет все на свои места. Я рекомендую эту игру моим... Вот я не знаю, кто со мной, два человека в программе еще будут. Вот им рекомендую. Они все равно в нее должны поиграть, а больше никому, к сожалению. Как-то неудивительно звучит для польской игры. Ее действительно можно кому-то посоветовать. Осталось это кого-то найти и обезвредить. Посоветовать игру «Снайпер» я могу все тем же пяти людям, которые фанатеют от польских шутеров. «Алькатрас», «Террорист Тейкдаун». Ну и теперь у вас есть третья игра. «Снайпер». Далее в «Виртуалити». Как сварить суп из кубиков? И где у трансформеров трансформаторы? Второй игрой, попавшей под раздачу, стала бродилка «Лего Гарри Поттер». Что на это скажут геймеры? Как правило, практически все игрушки про Гарри Поттера получались страшным, неудобоваримым говном. Но в случае с «Лего» сработала магия, магия конструктора. Вообще поражает концепция леговских аркад. Потому что если рассказать неподготовленному человеку, про что будет игра, у нас будет игра по мотивам известного конструктора. Но это будет не строительная стратегия, можно подумать, а знаете, вот допустим, какая-нибудь аркада. Для тех, кто книг не читал, это будет вообще какой-то полный отвал башки и вынос мозга, потому что непонятно будет ничего. Если вы более-менее знакомы с перипетиями сюжета всех 130 тысяч книг, написанных Джаной Роулинг, то вам будет интересно и смешно. Я думаю, что игру «Лего Гарри Поттера» можно посоветовать тем, кто всю жизнь мечтал поступить в «Хагвардс», а поступил в «ПТУ». В целом, игрушка получилась неплохая, но очень на любителя. Если вы любитель «Гарри Поттера», ради бога, играйтесь на пару вечеров, удовольствие вам платит. Если вы к «Гарри Поттеру» относитесь точно так же, как и я, то есть вы его «А» в гробу видали, «Б» нахуй вертели, то проходите смело меня. Кому я могу порекомендовать игру «Лего Гарри Поттера»? Ну, собственно говоря, в самом названии видно, что фанатам «Лего» и фанатам Алены Аппиной. Ну и напоследок мы выбрали шутер «Трансформеры. Война за Кибертрон». Что же думают по этому поводу наши геймеры? Новая игра про трансформеров никак не связана с фильмами Майкла Бэя. В этом есть как положительные стороны, так и отрицательные. Положительные — это значит, что у разработчиков развязаны руки, и они могут делать в игре всё, что хотят, не ориентируясь на кинопрототип. Отрицательное — это то, что в игре никак не появляется Меган Фокс. Это, конечно, минус. Для тех, кто ещё помнит оригинальный мультфильм, это просто будет оргазм за оргазмом, потому что тут есть все трансформеры, оттуда воюют они где-то на тех планетах, на которых происходило действие. Всё, что надо делать, — это бегать огромным человекоподобным роботом и стрелять, 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 мочить. Что ещё? О чём ещё можно мечтать? Вот эта игра о трансформерах, это я понимаю. Посоветовать эту игру никому нельзя. Но её всё равно купят, и разработчики, к сожалению, не умрут с голоду. Рекомендовать игру трансформера могу всем тем, кто фанатеет от фильмов по трансформерам. Всем остальным рекомендовать не буду, вам будет, наверное, жутко скучно. Мне, например, было. Игру трансформеру я бы посоветовал Майклу Бэю, который снимает, собственно говоря, фильмы о трансформерах, чтобы он, наконец, понял, что ему надо сделать со своим франчайзом, что бы получилось весело. Смотрите в следующей программе. Цивилизация 5. Технический прогресс. Развиде культуры и тысячи лет кровопролития. Российский футбол в Испании. Сергей Симак покоряет Барселону. 15 дней, чтобы изменить мир. Спасаем человечество за пару недель. Катаклизм подкрался незаметно. Мир в шоке. Вся надежда на гоблинов. Это и многое другое в следующем выпуске программы Виртуалити.